Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, блядь. Привет. Итак, друзья, в воскресенье, 12 мая, работаем, много работы. Ну и пришли посмотреть эти два последних отводка, которые заселялись на трушеную пчелу и подкладывала имся матка. Исходя из вчерашних двух отводков, мы поняли, что не стоило было открывать сразу матку, но тем не менее, уже открыли. Та открыли. Кто-то звонит. И хотим посмотреть сразу же, снять магазин, друзья. Тут есть сироп. Я, наверное, так сниму. Потом стряхнем. Ну и будем смотреть, как себя ведут. А ведут себя, вроде бы, тихо. Полностью все выяли. Ну и будем смотреть. Очень бы хотелось, конечно, чтобы матки остались живые. Но уже как будет. А, это трутый, что-то пищит. Я думал, матку бьют. Не, видим, да, пчелы такие спешат куда-то. Мятешатся. Наверное, все-таки тут тоже не приняли маточку. Ну, ладно, уже смотрим пока. Но ващину оттянули хорошо. Я больше всего переживал за ващину, что испортят. А переживать надо было за маток. Переживать надо было за другой. Да, пчелы мельтешатся, куда-то спешат. Придется им подлаживать новую. А, нет, друзья, есть яйца. Видишь? Так как одно? Вот, это все за себя. Все плачут. Интересно. И с этой стороны не надо. Может, мы тут тоже, Машенька, стрясли? О, да. Может, мы еще какую-то стрясли из улья? Вот, нам и опять сеет. Сейчас увидим. Ну, в любом случае, какая-то есть, это уже хорошо. Тут тоже есть яйца. А, вот зеленая наша. Да, зеленая, да. Но это не может не радовать. Так как это замечательно. Ну, дальше смотреть смысла нету, так как ващинку... Ну, посмотрим еще крайнюю. Потому что эту крайнюю оттянули. Ващинку. Посмотрю еще вот эту крайнюю. Ну, тут пчелы было побольше, чем в тех улях. Из-за этого, наверное... Да, и тут. И это оттянутая. Ну, тут правочка. Да, чуть-чуть не оттянутая. Машенька, нажми на паузу. Мне кто-то уже второй раз звонит. Мне надо ответить. Итак, друзья, сняли мы магазин. И этим, конечно, я доволен. Матку не покалечили. Матку приняли. И сеет уже самое главное. Ващину отстроили. Все тут замечательно. Ну, сейчас посмотрим последний четвертый улей. Он отличался от этих всех тем, что литок был открытый сразу же в тот же день. Не сразу, когда я их высыпал, а буквально где-то через три часа. Он, получается, тоже немножко отличается по состоянию от тех семей. Ну, и будем его смотреть. Сиропчик есть у них еще. Ну, и будем смотреть. Ну, нажимай, Машенька, на паузу. Нет, дым конь. Итак, друзья, дымарь распалили. Ну, и смотрим. Я уже аж повеселел. Да, как есть надежда, что тут тоже к вощине прилепили. Вощину немного оторвал. Ого. Что? Ну, прилипили к вощине. А я потянул и оторвал. Ну, не беда, это уже оторвем, наверное. Или залепим назад. Итак, друзья, задавали вопросы по поводу вот такой лепки. А, тут яйца. Да, две, две, две. Тут яйца. Задавали вопросы по такой лепке вощины на рамку. Ну, не надо тогда упирать полностью вниз. Надо где-то 5 миллиметров давать, и тогда можно. Это дотягивают, вроде бы нормально, но не надо вниз упирать, потому что, если будет вниз уперто, получается, тут волна немного. Потому что, когда пчелы свисают, тут упертое, ему некуда просто уйти, только как повести такую волну. так, тут есть яйца, но маточки на этой рамочке не вижу. Поставим ее тут сбоку. вот тут тоже. Вот немножко видно волну из-за этого. Ну, а сюда понемногу будут достраивать. Но я больше делать так не буду. Потому что более проблематично так наващивать. Ну, вот эти миллиметры. Как-то я так смотрю по-китайски, друзья. Яйца есть, это хорошо. Сейчас еще маточку найдем. Может, тут не наш. А может, и наши. Хотя пчелы такие. Мельтешат, бегают. Вот видим. Вот где упертое, на нижней везде волна. Что мне не особо нравится. Тут пчелы много. На этот корпус это много пчелы. Сейчас еще много пчелы в поле. Ну, и тут так достаточно. Ну, и подводим итоги по тому, можно ли сразу открывать литок. Да, получается, значит, можно было и сразу открыть литок. Если это не рядом с тем местом, откуда убрали пчелы, соответственно, пчелам возможности вернуться нету. Ну, хотя это не так далеко. Это до километра тачок находится. Но, тем не менее. Тачок до километра, но у них уже возможности вернуться нет. Соответственно, открывать можно и сразу же. Тут тоже есть яйца. Чуть-чуть. На этой рамочке. Ну, ты, Машенька, нажми, наверное, на паузу, потому что пока найду. Итак, друзья, тут наша зеленая маточка. Приняли ее. Значит, две из двух приняли. Ну, сейчас, Машенька, наверное, нажми на паузу. Я складу улей и закончу. Итак, друзья, я повеселел, так как это не может не радовать. Две маточки приняты. И подводим итоги. Сделали четыре подобных отводка. Значит, открывать литок можно сразу, исходя из этого уля. Пчела не слетела, есть. Матку подлаживать можно как так, сразу же открытую. Также можно и закрытую, если вы никуда не спешите. Так как вероятность приема или неприема составляет 50%. Ну, в тех двух не приняли, но не приняли первую из-за того, что непонятно по какой причине, а во втором уле не приняли, так как там была у них своя плодная матка. В этих же двух все то же самое, но их приняли и ни одну не покалечили. Так что, если никуда не спешите, конечно, можно и два дня подержать закрытую. Но, хотя, я не уверен, что они бы может отнеслись к вощине так дружелюбно. Хотя, несмотря на первый уль, где матку вообще убили, к вощине они тоже отнеслись дружелюбно и тоже ее отстроили. Так что, ну, во избежание подобной ситуации, как произошло в первом уле, конечно, лучше подержать закрытую. Ну, вот такой, ребята, опыт. Думаю, будет полезен. Вощину ориентировочно где-то в этих улях было по три с половиной во вторых двух, по три с половиной килограмма, первых двух по три килограмма. На девять рамок это очень много. Ну, если по три килограмма еще так больше, меньше нормально, три с половиной это уже много на девять рамок. Ну, чтобы вы понимали, если будет подобное делать себе, чтобы вы знали, сколько ориентировочно треба надо вам рамок, и приблизно сколько вощин подставить. Ну, все, друзья, вот такой был опыт. Результатом я остался доволен. Конечно, если бы их не приняли, я бы уже был недоволен, а исходя из четырех улях, два приняты, а в одном по чистой случайности оказалась старая матка, одну не приняли, результатом я больше чем доволен. Так как это хороший результат. Все, друзья, на сегодня будем заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, колонарец и дизлайки. Всем пока-пока.